Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Мусоросортировочный комплекс создадут рядом с полигоном в Осенцах. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов. Областные власти решили не вовлекать в проект новые земли, а использовать те, где уже размещались отходы. Создать мусоросортировочный комплекс планируют в 2024 году. Предприятие будет включать в себя сам мусоросортировочный комплекс и объект компостирования органических отходов. Также планируется, что на площадке расположится мощность инвесторов по переработке отсортированных вторичных ресурсов, пишет пресс-центр правительства области. Напомню, в отношении полигона в Осенцах долгое время действовали ограничения из-за судебного процесса СДСААФ. Общество посчитало, что при выборе участка для строительства полигона была нарушена защитная полоса Порошинского аэродрома. Кроме того, местные жители несколько лет выходили на акции протеста, призывая остановить строительство полигона. Сократить большое число управляющих компаний в Кирове к весне не получится. Такое мнение в эфире нашей радиостанции озвучил руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Улитин, комментируя слова губернатора Александра Соколова. Он, напомню, заявил, что такое большое число управляющих компаний, как сейчас, региону не нужно. И поручил ГЖИ к весне сократить их число на две трети. По словам Улитина, сама процедура лишения управляющей компанией лицензии долгая и сложная. Обязательно это судебное разбирательство. Поэтому к весне сократить две трети управляющих компаний с точки зрения прохождения всех процедур нереально. Цитирую. Но двигаться к этому надо, отметил Улитин. При этом он считает, что небольшое количество домов в управлении и малый штат сотрудников не всегда показатель некачественного подхода к работе. Как пример приводит ТСЖ, которые чаще всего не имеют ни техники, ни штата и управляют обычно вообще одним домом. Но делают это очень хорошо. В эфире «Экономика». Кировские инвесторы могут получить господдержку. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, которое проведет конкурсный отбор инвестпроектов. Победители смогут рассчитывать на помощь государству. Стоимость инвестпроектов должна составлять более 50 миллионов рублей. Подать заявку могут частные инвесторы, которые реализуют или планируют реализацию нового инвестпроекта в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, строительстве, ЖКХ, транспортной сфере, дорожном хозяйстве, обеспечении электрической энергией, газом и т.д. Заявки на участие будут принимать с 16 января по 1 февраля. Обратиться за консультацией можно в Агентство по развитию моногородов Кировской области по телефону 22 10 77. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.